В Тополином Василия Неустроева все называют композитором. Да и сам он привык, и зачастую так и представляется. Вася – композитор. Его в селе уважают за знание языка, талант и красивый голос. Ни одно мероприятие не обходится без его участия и новых песен. А связала его с Тополином любовь. Любовь к эвенской девушке Ларисе. Любовь, которая, как в кино, была с первого взгляда. В прошлом году Лариса и Василий отметили серебряную свадьбу. Недавно стали бабушкой и дедушкой замечательной девочки. А начиналось все в родном Себяне. Это было… 95-е. Вот работала, ну, тоже из себя, Винокуров, Сардан Ильич. Она здесь у нас работала, и я в садике работала с питателем. Ну, вот отпуск взяли. И она как-то говорит, ну, поехали ко мне в себя. Ну, конечно, первое я пожалела. Мы поехали и в сангарах застряли. Ого. На месяц или сколько. Ну, я уже обратно хотела. И тут самолет. Полетели три рейса. И на наши, не знаю, счастье, наверное. И правда, наверное, судьба, да? Ну, вот четвертый рейс сделали. И нас там полетело только четыре человека. Нас пригласили вот такая. Там всех туда обычно кто приезжает первый раз. Выпускники, кто заканчивается. Ну, гора есть такая. Вверх поднимешься там. Ну, туда они начались. Жила не на годах. Да, да. И мы туда поднялись четвером. Сашук, Вася, Ания. И я увидела вся гора. Вершина исписана. Имена, выпуска. Начиная там с 80-го, да? Вот это мне интересно. Ничего себе. Все камнями исписан. Ну, потом они нам говорят. Пишите, ну, имена свои-то. Он написал. Лариса. Сашук говорит. Еще плюс сюда надо, говорит, камнем добавить. Плюс. И ты, они мне прям говорят. Пиши, Вася, напиши, что там останется, говорит. Хоть на память. Потом мы написали, же, да? Лариса плюс Вася. Мне стали спускаться. Такое ухаживание было вообще. Я бы здесь, если была бы, не представляла бы, чтобы мне полевые цветы кто-то там подарил. Начали встречаться. Потом он уехал в стадо. А я уже домой. И потом, когда она улетела, услышал. Да. Переживал. Ни письма, ничего. Ни записки не отставила. И спасел кто-то приехал. 10 или 16 треугольников ползи. Давай, титан. Паралиней, все забыл. Читал только. Читал, лежал, да. Я приехал, встретили, познакомился было. Потом через неделю сразу в стадо поеду. К отцу. Они его проверяли-то. Со стариками. А какой же оленевод здесь? Оленей дали, да? Сказали. Они думали, наверное, не умеют. Мой папа же говорил. Все из какого надо. Сперва приехал, говорит, ага, с Буран. Ну, я смотрю, говорит, а, что за это? Вен, что ли, говорит, на русского похож. А он начал по-венски говорить. Потом папа рассказывает, говорит, о, мне самому стыдно стало. Говорит, что так подумали. Да, ага, что так подумали. Говорит, вообще лучше нас на венском, говорит, говорит. И вот с того дня уже как-то. Сразу? Папе, ага. Папе понравился, ага, показал, на что. Инарты, он ему показал, ты можешь, сможешь сделать. Он быстро сделал Инарты. Через три года молодые с маленьким сыном переехали жить на родину Василия в поселок Себянково. И воспоминания этого периода жизни для них самые лучшие. Как-то мы, ну, приехали в себя, ну, и работы-то нет, и в оленеводство. Нас вот тогда директор прям позвал, Иван Николаевич Кривошапкин, тогда он был директором. Ну, так хорошо принял, с нами поговорил. И чтобы мы ехали, тогда, не знаю, была же такая, ну, как программа или что, он нам две сырицы подарил. Ну, чтобы мы вот только собирались. И мы быстро собрались так по походным. Ну, поехали. Ладно, ну, я не думала, ну, туда на машине поехали. Быстро пошили Егору одежду сами. Рукавицы. Самое, как рукавицы шили, вот ехать же нам с надо, да? Вы все вскроили. Только, ну, не думали же мы, что поедем так надолго, но собираться надо. Там и дальше на оленях поедете. Всю ночь этот мы пальчик раскроили. То он у нас длинный, то это. Всю ночь сидели и смеялись. Ну, ладно, хотя бы, ну, пусть такое будет. Ну, главное, тепло. Ну, давай отрежем немножко, а то теперь короче. И вот так как-то у нас одну ночь. Мы просидели, но все-таки сделали. Поехали до стада. Ну, поработали. И вот осенью едем. Едем, едем. Один перевал, второй перевал. Я говорю, где уже стоянка, где мы будем начать? А ребенок у нас плачет. Ой, да, молодой. Чего он плачет? Что хочет? Успакаем. Что хочешь? Даем ему попить. Он нет. Он же так плохо говорил. Поздно начал говорить. Оказалось, у нас ребенок, мы до такой степени, как, ну, молодые, неопытные. Нам никто не рассказывал, как, когда едешь, вот, что надо в туалет сводить. Ну, мы терпим, да, едем, да, ну, нам успеть быстрее. А Вася нас торопит. Быстрее, не отставай. Потом проехали до такой степени 80 километров. Потом мы уже узнаем, когда доехали до пятого стада. Вот, тетя-то его Май. К ним доехали. У нас уже галлюцинации или что? Едем. Я говорю, Вася, дымом пахнет, да? Он говорит, нет, что-то вообще не чуй. Потом он едет, говорит, Лариса, лепешками пахнет? Я говорю, как будто пахнет, ага. Нет, мы уже, кажется, или устали, или что? Нам уже и дым, кажется, или запах лепешек. Ну, ничего, потерпите. А он нас успокаивает. Немножко остался. Это немножко, опять один перевал. Потом так остановились на воде. И так отпустил он олени. Прямо они на гору побежали. Свободные увидели, что у него только приучало оленя. По дороге думал, приучу. И прямо он на гору. А я кричу. Главное, я не что-то боюсь, а я свои банки. Час разобьется, и бегу, он бежит туда вверх на гору. Они вообще вот так поднялись. Все же с груза, палатки, все. Ага, давай. А я вот не знаю, и ребенка как оставить. Спустила его, и давай завязала, и бегу к нему помогать. Я говорю, все, мы уже тогда, уже у нас, как бы, такой, все, я больше обратно не поеду в стадо, говорю. Вообще долго, оказывается, ехать, говорю, я к такому не привыкла. Ну, сейчас ты так говоришь, говорит. Нет, я тебе сказала, я больше не поеду. Все, с вольневодства, говорю, увольняй, сам езди. Едем. Лариса, что-то тут слышно, говорит, кажется, олень. Ну, стадо, говорит, там по речке. А я говорю, я уже не это, говорю. То у нас лепешки, говорю, то дым, запах уже, говорю, нам кажется, показалось, говорю. И стоим, а тут осенью же они, этого же, тугуто важных же меняют. И вот дед Борис, он, оказывается, пошел искать тугуто. А мы внизу буквально, и Вася говорит, здесь нас будем за ночью, ну, завтра их найдем, наверное. А потом я говорю, Вася, правда, говорю, как будто лепешками пахнет. Эс, говорит, тут никогда, как будут они тут на ручее, говорит. Никак здесь не могут лепешки, говорит. Ну, наверное, ладно, за ночью, мы уже уставшие нам, лишь бы быстро. Я побежала уже, ну, к чаю не хотела. Ну, надо же, в лесу-то быстро шевелиться. Он говорит, ладно, уже завязываем, алине. И тут, ага, кто-то кричит. Тут прямо над нами дедушка. Илья, ядя. А мы такие, гуну, галачит, да. Как это так? И он нас поругал на Васю. Как вы так едете с маленьким ребенком еще? Говорит. А Вася спрашивает, сколько примерно вот с этого кадаранти будет, говорит, со второго стада? Год до пятого. Вы что, говорит, 80 километров. И вот мы 80 километров за день проехали. А потом Васик, говорит, наверное, сейчас вспоминаем, говорит, наверное, никто так не ездил, говорит. Ну, чтоб с маленьким ребенком 80 километров. Приехали, научки верхом, ага. Ничего себе. И мы уже спины не чувствуем. Ну, два дня, говорит, Вася, отдохнем, потом поедем. Пусть олени, чтоб отдохнуть. Ну, вот так, доехали до себя на продукты, взяли через четыре дня, ну, пять дней обратно. Ну, мы не в поселке, а палатку поставили за портом, это, с олени. Ну, быстро продукты закупились. А потом, ну, куда мне деваться, я же тут ругалась, говорила, не поеду. Стадо больше, сам поедешь. И обратно собрались. Обратно поехали, и такой случай у нас. Едем, уже почти до стада доехали. Туда хорошо так доехали. Ну, олени, как, все равно себе же на родину, как бы, быстрее уже идут. А туда-то в поселок прямо ели, кое-как ехали. Потом ручей был, и внизу так водопад. Ну, Вася-то хорошо, у него восемь вьючную было, он-то хорошо прошел. И я за день его иду. А у меня свободный олень был за Егоркой два. И прямо он так отступился, и туда, вот, на водопад повис. Я кричу, Вася, быстрее. А мы вот тети Майи одолжили для Егора. А он такой крупный олень был. Для него одолжили, потому что у него вообще этот, из худа, обесел, мы его там оставили. Пятнами, и они нам одолжили. Ну, до пересчета. И я кричу, а что я сделаю? Я так ползком держу. Вася уже через меня вот так перелез. А этот олень прямо вообще держится всеми ногами. Прямо как будто знает, что у него вверху ребенок. И держится так. А Егор вообще спокойный. Мы его не в панике никакой не наводили. Спокойный, чтобы был. И вот Вася через меня и прямо кончиком, ножом. Вот эту веревку срезать. И прямо они полетели два олень. И вниз. Ну, все. А я туда смотрю, вниз говорю. О, говорю. Палатка, нам же еще ночевать, палатка вся намокла, и она там плавает. Спустились. Вниз их забрали. Ну, на себе, мне загрузили. И вот так поехали. Вот такие вообще интересные были у нас истории со стадом. В самом начале творческого пути много писал и исполнял песни на якутском языке. В чуть зрелом возрасте пришло осознание и желание петь на родном, эвенском. Большинство мелодий написал на стихи народного писателя Андрея Кривошапкина. Творчество и мелодика слов которого ему особенно близки. Как будто я хотел успеть все. Все сделать. Хочется. Да раз. Как песня написана, да, я туда ухожу все. А про зрителей иной раз забываю. На концерте поешь. И все от души даешь. То, что поешь. Все даешь. Вот так поедем. Зрители это чувствуют, наверное. Чувствуют, наверное. Любят. Ага. Когда просто хожу за везде, в машине, что-нибудь делаю, пою. Мысли всякие заходят, это пою. Потом музыку он запоминает, и сразу сюда. Компьютер. Вот такая, такая его. А какой песней ты больше всего гордишься? Песней? Да. Которая вот по-твоему самая лучшая из твоей коллекции. Про мать. Песня первая, которая. И он, которая про родину написал. Песня. 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 Вокруг за окол ползал, и потом для нас. И все уже привыкло. Главное – идти. Не зря в народе говорят, каждая семья счастлива по-своему. Много разных испытаний выпало на долю наших героев. Но это стоило пережить ради блеска счастливых глаз, быстро растущих сыновей, гордости родителей. Старший сын Егора после окончания горного колледжа работает в промышленном предприятии, помогает родителям растить братьев, в отпуске охотится, рыбачит. Младшие сыновья хорошо учатся в школе, занимаются спортом и очень гордятся своим папой и помогают маме. – Ты счастливая женщина? – Да, я счастливая. Самое, что у меня – пятеро детей. Они меня радуют тем, что каждый что-то там свое, например, кто-то по учебе, они все время меня стараются порадовать. Когда обычно даже готовлю, они все время. Хотя у меня мальчики, они мне говорят, мама, поможем? И вот вместе мы готовим. Там кто-то, я, например, кружочки сделаю из теста, кто-то туда начинку. И вот так, ну, разговариваем так о их будущем. Ну, стараемся. И вот они спрашивают, как вы встретились с папой? Я говорю, почему ты как в себя не оказалась? У них вот такой всегда вопрос. Я говорю, вот, интересно. Я говорю, поехала туда. Я говорю, вот, встретила папу. А почему мы здесь? Вот они здесь все время стадо хотят. Почему, мама, мы в стадо не едем? О, мы, говорим, уже у нас возраст, говорим, папа болеет. Если здоровый был бы, еще можно было поехать. Мы вообще мечтаем. Вот в прошлом году они, соседы, ну, поехали провожать. Он там готовился, и они поехали, помогали ему набирать. Для них так удивительно. Олени, говорят, приехали, такие впечатления у них. Мама, говорит, мы туда поехали, прикинь, нам соль сказали, позовите ма, ма, скажите. Они, оказывается, на ма, ма, говорит, к соли идут. Вот младший, Байдамарская. Да, я вообще стадо захотела, говорит. Сейчас думаю, все, как хорошо, дети с тобой со мной рядом. Сейчас внучка вон растет. Ее вот, как-нибудь ею надо учить теперь, думаю, вырастить. Вырастить детей сель, наверное. Человеками делать, нормальными людьми делать. И Лариса рядом, это хорошая поддержка, это хорошо поддерживает. Музыку делаю. Я сперва делаю музыку, потом слушай ее, хоть откуда зови, заставляю слушать детей. Хоть не хочет, не хочет. Слушай, говорит. И это, нравится, она мне говорит. Нравится, и нравится. Если не нравится, сразу говорит, она издалека не нравится. Тогда все стираю и по-моему. Тогда первый слушатель и первый критик, жена получается? Жена, ага. Впервые не особо. Если она хорошо говорит, все отлично, тогда и там отлично бывает. Счастливая, что я очень, вот, ну, Вася, как-то, мы вместе стараемся совместно все делать. Ну, вот, быт все. Он даже мне, если я, например, не успеваю, он может и приготовить, и посуду помыть, и постираться. И там успеет, на улице, поработать. Вот, недавно он нарт поставил. Ну, хоть может, говорит, хотя бы оленеводом продадим. Ну, вот, старается. Что-то. И тут же, если отдыхаем, когда, вот вижу иногда, что он, ну, скучает по себе. И вот, я ему говорила, что отпуск возьми, может, поедешь, съездишь. Ну, сейчас уже у меня, говорит, здоровье не такое, чтобы как-то ездить. И вот, смотрим, обычно, видео, компьютер. И вот, когда особенно знакомых же видишь, вообще радуешься. Кто там поет, то, о, вот это ты уже поет, это уже танцует. Потом увидели Зою Кривошапкину, как она там переводит, ничего себе. Говорим, она уже стала работником культуры. Вот, все меняется. Говорю, как уехали, оказывается, все равно, много чего поменялось. Потом себя, по фотографии смотрели, вот, вообще вырос себя. Хотя мы же давно не были. Вась в 17-м году был, с Танюшей ездил. Но Танюша больше, оказывается, тянется. Мы же вот, говорим, вроде кругами, кругами, все равно, себя на парня встретил. Ну, и хорошо тем, что мы как-то его с детства же знаем, Павлик, хороший. Хороший, очень зять у нас. За дочку радуемся. Это на время свадьбы. Что такое семья? Это родные люди, которым ты нужен. В радости, и в горе, в мелочах, и в целом. Они приходят в нужную минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что. Семья – это теплый дом, куда так приятно возвращаться и где тебя всегда ждут. И независимо от того, что вы сделали для себя или для человечества, но если вы не сможете оглянуться назад на проявленную любовь и внимание к своей семье, то вы на самом деле ничего не сделали. Берегите, любите себя, своих близких и родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова